Химики МГУ свернули двумерный теллурид Кадмия в нанотрубки. Сотрудники химического факультета и факультета наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова вместе с иностранными коллегами обнаружили, что двумерные листы теллурид Кадмия могут самопроизвольно сворачиваться в нанотрубки, что может найти применение в электронике и фотонике. Результаты исследования были опубликованы в высокорейтинговом журнале «Схемистриев Материалс». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Лента.ру. В ходе работы ученые исследовали двумерные полупроводниковые материалы. К ним относятся, например, графин, фосфорин, двумерные слоиди сульфидомолибдина, двумерные пировскиты. В последнее время они привлекают огромный интерес ученых. Такие материалы представляют собой о томно-тонкие кристаллы с двумерными электронными свойствами. Ученые предполагают, что эти двумерные материалы можно использовать для создания новых приборов. Ученые исследовали свойства двумерных листов теллурида кадмия, меняя органические молекулы, которые были пришиты к их поверхности, и обеспечивали стабильность наночастец. Для синтеза наночастец двумерного теллурида кадмия химики использовали коллоидный метод и получили их в колбе. Для этого ученые провели реакции в органическом растворителе в присутствии поверхностно-активных веществ. Подбирая условия, исследователи смогли добиться роста наночастец в виде о томно-тонких листов. Сначала авторы вырастили плоские двумерные листы, покрытые стабилизатором алииновой кислотой. Удалось получить размеры листов в сотни нанометров при толщине строго в один нанометр. Затем ученые стали заменять молекулы алииновой кислоты на другие органические молекулы и анализировать размер, форму получившихся наночастец, их состав и кристаллическую структуру. Во время работы они обнаружили, что при использовании специального класса стабилизаторов теолов плоские листы теллуридокадмия свернулись в аккуратные и однородные трубочки. Присоединяясь к поверхности листа, молекула теола увеличивает толщину ровно на один монослый 0,15 нанометра и вызывают механические напряжения, которые приводят к сворачиванию листа в строго определенном кристаллографическом направлении. Сворачивание происходит у всех наночастец одновременно и радиус свертка одинаков для всех наноструктор. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.